Привет, мои дорогие друзья! Помните, я вам еще буквально неделю назад жаловалась, что у нас морозы под 40 были? Сегодня плюс 3. Куратко о погоде в Челябинске. От минус 40 до плюс 3 за недельку. Ах, привет, метеозависимые друзья мои! Я с вами. Выкинула мусор. Мусор нихрена не вывозится, как всегда. Короче, вы знали, для того, чтобы у вас были деньги, нужно говорить, когда выкидываете мусор. У меня отходы на доходы. Если надо, то нужно пыть, для того, чтобы они не пыли. Оказывается, нет, мусор надо правильно выносить. Так и живем. Так только я могла в такую грязищу, просто надела свой самый светлый костюм. Просто все штаны уже сзади уделала. А, капец какой-то. Короче, куда мы с вами едем? Мне пришла смс, что мне на сдек пришла посылка. Какая я та. Хотя я, в принципе, ничего себе не заказывала. Я так предполагаю, что это пришел подарочек от моей подписчицы. Мне Юлечка подписчица, художница, писала о том, что отправят мне какой-то подарочек. В общем, сейчас поеду заберу. Наверное, это он пришел. Потом мне нужно заехать на Казань. Там пришел подарок на Новый год. Вам его показывать не буду, потому что мы будем его дарить. А тот, кому мы будем дарить, смотрит мои видео, поэтому показывать не буду. Потом мне нужно заехать еще. Куда? Куда-то мне еще надо заехать. А, в Тарка Космос мне надо заехать. Потом мне нужно заехать в Спарк. Я хочу приготовить селедку под шубой. Очень сильно захотелось салата на вечер. Короче, девочки, сегодня у нас с вами такой день. Буду вам показывать, рассказывать. Оставайтесь со мной. Погнали. Все, песня закончилась. Хотя, так ехала, сейчас кайфовала под нее. Она закончилась. В Челябинске 15 часов. В Челябинске 15 часов. В Челябинске 15 часов. Еще бы было куда встать. Везде такая грязища, ребята. Это просто трындец какой-то. Очень грязно. Очень. Я не хочу в этой грязи жить. Спасить, помогите. Так, в Дек приехали. Погнали. Я ее забрала. Короче, это картина 100%. Такая довольная. Сейчас вам покажу. Прямо не терпится открыть. Даже до дома, наверное, не доеду. Из-за длинных ногтей. Скотч можно без ножа резать. Кайф просто. Так. Сейчас я ее уже почти все. Праздник там приходит. Праздник там приходит. Слушайте, упаковала-то, упаковала-то. Это восторг. Это какой-то восторг. Мне прям не терпится. Конечно, лучше бы было ее дома открыть. Но я уж очень хочу ее посмотреть. О, боже мой. Она еще и упакована. Вы посмотрите, как красивенько все. Слушайте, я так люблю подарки получать. Особенно подарки от подписчиц. Которых знаю очень долго. Юля Барто. Это художник. Девушка-художник. Она мне делала все оформления моих каналов. Все оформления моих групп в соцсетях. Это все делала она. Все аватарки прикольные, красивые стикеры. Все для меня она делала. Вот. Сейчас я. Вот она мне говорит. Нина, я хочу тебе отправить подарок на Новый год. Сейчас я. Распакую. Все. У меня ж ладошки вспытили. Слушай, такая радостная. Мне нужно качать на контакт, придется рыбать. Девчонки, как вам? Что? Просто. Я в восторге. Красота. Красота какая. Посмотрите. Просто супер. Такая новогодняя. Такая красивая. Господи, чего в жизни такой быть шикарный? Мне кажется, одно лицо. Это она по моей фотографии сделала. Боже мой, Юлечка, спасибо тебе огромное. Просто. Я ее обязательно тут, видите, можно ее подвесить. Я ее обязательно увезу на работу. И повешу ее на работе. Просто улетит. Мне очень нравится. Я в восторге. Видали, какие у меня подписчицы клевые? Какие шедевры, понимаете? Шедевры делают и так далее. Слушай, супер просто. Как вам? Похоже? По-моему, одно лицо. Кайф. Кайф. Блин. Ребята, чтобы вы сейчас понимали, вообще просто. Я в шоке от того, насколько у нас женщины озолублены в Челябинске. Короче, я сейчас припарковала машину возле ТРК. Но я уже сходила в ТРК, вам ничего не показала, потому что быстрее торопилась и забрала заказ один. Вот. В общем, припарковала машину у ТРК. Рядом стоит какая-то шушлайка, но старенькая. Прям очень древняя машина. Прям очень. Там, я не знаю, там, 80-х годов, наверное. В хлам тонированная полностью вся и лобобуха, и все-все-все. Я, значит, такая, ну, припарковалась возле нее. Выхожу. Машину ставлю на сигналку, и все такая. Смотрю, и девушка оттуда тоже вышла. С водительского сидения. С бутылкой, короче, пятилитровкой, типа этого. Омывайки. С пятилитровкой омывайки. И не может, короче, открыть капот. Вот прям стоит, корячится с этим капотом. Не может его открыть. Я к ней такая, ну, я вот прям рядом мимо прохожу. Я говорю, девушка, может, вам помочь чем-то? Она. Вообще-то вы криво припарковали машину. Я говорю, я вам помощь предложила, не спросила. Говорю, как я припарковала машину, не просила оценить. Вот. И я просто от ее, знаете, я аж охренела просто от того, с каким она, с какой-то лостью она это сказала. Просто, ну, обычная, знаете, это человеческая. Давайте я вам помогу. Вот. Нет, блин, про, вот просто, понимаете? Ну, такой абсурд. Если честно, я, ну, я и пошла, я даже ничего, я просто охренела от этого. Я вообще в шоке была. Я охренела от этого, пошел быстрее, забрала заказ, села в машину и все, как бы, и ничего тоже не сняла вам. Но просто, знаете, когда этот, вообще-то вы криво припарковали машину, я говорю, да, а там, знаете, там, понимаете, там, с каждой стороны, до каждой машины еще по полметра точно есть. То есть, вот, начерчены вот эти вот полоски, да, парковочные места. И я немножко по диагонали, ну, даже не по диагонали, а чуть-чуть вот прям не идеально ровно, понимаете? Встала, чуть-чуть вот прям вот колесико немножечко загнуло и просто, просто такое ощущение, когда вот человеку не до чего доколупаться. Мне бы кто-нибудь предложил, какая-нибудь женщина по душе, сказала, девушка, вам помочь, я бы сказала, спасибо, спасибо, я справлюсь сама, например, да? Или сказала бы, да, пожалуйста, помогите. То есть, как бы, блин, ну, я бы не стала ей в ответ говорить, а ты? Блин, думаю, очень просто. Какой моразм, просто моразм. Жесть. Вот неужели у нас настолько вот женщины, знаете, непривыкшие, что другая женщина может в чем-то им помочь? Сразу все в агрессию нужно принимать. Просто. Для чего агрессировать, когда тебе помогает помощь? На следующий раз тебе просто никто не подойдет и помощи своей не предложат. Или ты, когда попросишь помощи, тебе откажут. Вот как так? Добрее надо быть, добрее. Так, мы едем с вами в большой спар возле дома уже, в сторону дома едем. Капец, грязище вообще у меня просто. Начиная движение, сразу грязью закидывает всю лобовуху. Я еще, конечно, за грузовиком еду, еще возмущаюсь, блин, что мне лобовуху закидывает. Ну, на улице у нас трошак просто. Просто он еще едет, как простит. Из этого, блин, из ряда в ряд мечется. Козлина, свали нахрен отсюда с дороги. Нина говорит, добрее надо быть, свали нахрен отсюда. Ну, вот просто вот, блин, да что ты за человек-то такой? Вот просто вот так вот по полосам, блин, на грузовике на своем. Вон, видите? Просто вообще ездить не умеет. Просто вот так. Трутом какой-то. Так, мы до спара почти доехали, тут рядом с домом прямо. И сейчас зайдем. Куплю все на селедку под шубой. Сделаю селедку под шубой. Вот. Если там, конечно, есть. Мне не хочется варить свеклу и морковь. Я хочу взять в отделе готовой продукции, уже сваренную, если будет. И картошку еще надо взять. Вот. Если будет сваренная, будет идеально просто это все собрать воедино. Вот. Хотя у них в спаре продаются очень вкусные готовые салаты. Но они прямо свежие, ни разу тут фу не отравились. Ничего прям вкусненькие делают. Но я люблю, когда мало майонеза в селедке под шубой и много селедки. Вот. Я вот прям вот такие люблю. И я свои немножко по-другому складываю. Не так, как в магазинах складывают. Но я прям люблю, чтобы много было селедки и прям чуть-чуть майонеза. Я прям ненавижу, когда вот в такие салаты пихают гору майонеза, что есть невозможно, что он весь вкус перебивает. Клинкрязь везде вообще отстает просто. По колено. Прибыли. Погнали. В спар. Вот такая вот грязища у нас сейчас везде. Уже стемнело. Пока я тут езжу по делам, капец. Я уже устала. Что-то домой надо ехать. Ну вот, чтобы вы понимали, на улице плюс три с половиной. Блин, только что плюс четыре было. Какого хрена? Какого хрена? Декабрь, что ты творишь? Господи, как я устала от этих перепадов. Уже были бы эти сраные морозы. И все. Ну вот эта вот слякоть, вот эта грязь меня просто вымороживает. Напишите в комментариях, как у вас с погодой тоже такие перепады. Вы тоже мучитесь? Или нет? Я вообще не помню, чтобы у нас в декабре, там в ноябре были, в конце ноября, в начале декабря были морозы под сорок. А потом плюсовая температура. Это что-то нонсенс какое-то. Все, я уже заговариваться начала. Все, я уже до дома почти доехала. Вот остался вот там синякий домик съездить. Все. Чуть-чуть осталось. Девчонки, не стала париться. Купила готовую селедку. Всего 315 рублей. Вот такая вот махина вышла у меня. Тут сколько? Почти 800 граммов. Вот. А тут, если покупать просто яйца на эту селедку, яйца и майонез уже 300 рублей будет. Короче, выгоднее брать уже готовое. Ну, покрутись. Жених. Сдала мужика. На корпоратив отправила. Девочки, на корпоратив. Вот. Одела как чушпана. Чтоб никто не приставал. Ну, шучу. Короче, мы сегодня весь день просто ржем с ним. И я говорю. Дома сидим. И перед тем, как ехать, я говорю. Стас, и запомни. Ты теперь жената. Вокруг одни чушпанки. Короче, я не могу, блин. Короче, ухохатывались сегодня, как только могли. Так, что я буду делать? Я сейчас Татьяне Игоревне позвоню. Может, заеду на кофеечек к ней. Если она занята или не дома, то я, скорее всего, не знаю, чем займусь. Может, домой поеду. Вот. Буду дома сидеть. Включу какой-нибудь сериальчик себе. Возьму что-нибудь вкусненькое и буду ждать. Когда Станислав Николаевич даст мне отмашку, чтобы я за ним ехала. Корпоратив у них в Малахите проходит. Капец, окна, блин, грязные. Машина вообще грязнющая. Надо ее помыть и все. Прям отвратно. Просто не знаю, что делать. Потому что мне его забирать, потом еще ехать. До дома ехать, наверное. Или заехать, купить что-нибудь вкусненькое себе. Не знаю. Кирилл у нас поступил не по-пацански. Поэтому мы его отшиваем, как чушпана. На районе передайте, что он больше не с нами.